Калья Сыркебаева росла в семье педагогов. Сразу после окончания школы поступила в университет имени Арабаева. Выбрала одну из востребованных специальностей. Девушка всегда мечтала стать учителем истории и преподавать детям в школах. Сейчас Сайка учится на третьем курсе и считает, что повышенная стипендия всегда хороший стимул в учебе для студентов. Я здесь обучаюсь бюджетным обучением и получаю стипендию в размере 800 сомов за каждый месяц. Кроме этого, у нас в УЗИ студентам предоставлены ректорские стипендии для отличающихся студентов и президентские стипендии соответственно. Я сама получила в 2019 году ректорскую стипендию. Это выдаётся за один семестр. И я считаю, что это большая возможность для студентов, для саморазвития. В прошлом году были пересмотрены образовательные стандарты. Как отметил заместитель министра образования Нурлан Умуров, необходимо подготовить специалистов в соответствии с сегодняшними требованиями трудового рынка. Основа подготовки кадров – это сами образовательные учреждения. Для того, чтобы качество образования в школе было на высшем уровне, в первую очередь нужны квалифицированные учителя с цифровыми навыками, уверены в ведомстве. Поднять статус учителя в прошлом году было решено, что стипендии студентам, которые будут поступать и которые обучаются на педагогических специальностях, их стипендии были повышены на 100%. В этом высшем учебном заведении готовят порядка 11 тысяч специалистов. В ВУЗе обучают по всем педагогическим направлениям, в основном на контрактной основе. Бюджетников здесь только 10% от всего количества студентов. Не все из них могут получать стипендию, а только те, которые особо отличили своими знаниями и упорством. В последнее время идет тенденция поднять стипендию студентов. Конечно, это влияет на качественное образование студентов и это поднимает эмоциональное состояние наших студентов. Но, несмотря на это, у нас всего бюджет 10%, из них не все получают стипендии, только отличники. Отличные получают 800 сомов. Поэтому, если общая масса, масса – это особое влияние. Нет, но все-таки мы стараемся, мы думаем, что если поднимают стипендию студентов, это обязательно положительное влияние будет именно в организации и проведении качественного образования в ВУЗе. На бюджетной основе в Кыргызстане обучаются около 3000 выпускников школ. Если сейчас будущие педагоги за примерную учебу могут рассчитывать на стипендию в размере 800 сомов, то теперь с этого сместра сумму намерены увеличить в два раза.